У девятиклассницы Анны Скворцовой, как и у остальных нескольких десятков учеников, на днях собравшихся в девятой школе, теперь навсегда изменится отношение к мусору. Это не громкие слова. Двухчасовая лекция, в ходе которой профессора ведущих вузов России рассказывали школьникам о вреде неправильного использования отходов, не могла пройти мимо юных умов. Узнала, как его можно утилизировать, какие мероприятия можно проводить, чтобы мусора было меньше и чтобы в следующем веке наши потомки жили в чистом городе, в чистом мире. Скорее всего буду участвовать в акциях, потому что меня это очень вдохновило. И, наверное, я расскажу друзьям, может быть, чтобы они со мной ходили на все эти акции и как-то помогали. Такое экологическое просвещение молодежи стало возможным благодаря участникам инициативной группы, реализующей на территории Ленинского района проект «Видное за раздельный сбор мусора». По их мнению, именно правильная сортировка отходов – первый и самый верный шаг к сохранению природы. Поэтому группа и ставит перед собой сложную, но благородную миссию – привить подрастающему поколению привычку разделять мусор. Мы перейдем на раздельный сбор мусора. Большую часть мы будем перерабатывать мусор, так же, как и в европейских странах. Но это будет нормальный процесс для каждого человека, потому что это будет прививаться, как говорится, с молоком матери. И уже даже маленькие дети в детском саду будут знать, какую бумажку куда надо выбросить, и у них в голове не появится мысли, что эту бумажку можно выбросить куда-то на улицу. Проблема, которая не первый год волнует Запад, стала подниматься и в нашей стране. 2017 год в России объявлен Годом экологии. Сейчас, чтобы наверстать упущенное, нужны специалисты, которые будут не только просвещать, а что самое главное – совершать открытие в области упаковочных материалов. Для этого и проводятся подобные дискуссионные площадки, где профессора рассказывают старшеклассникам об интересной и полезной для общества работе. Но тут же возникает еще одна проблема – куда девать и где перерабатывать отходы. К нашему счастью, на территории Ленинского района таких полигонов размещения отходов нет. Но есть проблема утилизации, есть проблема переработки, куда же девать наш мусор. И проблема связана с тем, что все полигоны находятся на далеком расстоянии от района. И мы ищем пути решения также совместно с министерством, с региональными программами. Идеальная картина будущего, к чему вместе со всей страной стремится и администрация Ленинского района, сформированная в обществе культура разделять мусор, созданные условия для утилизации уже сортированных отходов и достаточное количество перерабатывающих комбинатов. По мнению специалистов, все это самым лучшим образом скажется на окружающей среде, а значит и на нашем здоровье. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.